ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Пятница сегодня и у нас в утреннем шоу «Автопилот». Мы эту пятницу встречаем вместе с «Радио Романтика». Будем сегодня романтическим утром для вас. Но за вечер мы уже не отвечаем. Там вы сами как-нибудь. Ну и, конечно же, как всегда вдоволь наобщаемся. У нас есть отличная тема эфира. О ней мы скажем чуть-чуть попозже, после зарядки, друзья. Да, сейчас Лана Рендина представит вам комплекс упражнений, который заставит ваши мышцы не скрипеть. Концентрироваться и бороться со сном. Немножечко поплакать. Это про утрен, давайте делать зарядку. Всем привет, меня зовут Лана, а это рубрика «Двигайся». И мы начинаем. И сегодня у нас вопрос от Надежды. Мне 50 лет, и я решила начать заниматься спортом. Каких нагрузок мне лучше всего избегать? У меня такой вопрос. Надежда, если вы говорите о тренажерном зале, то это как бы отдельный разговор. Здесь нужно смотреть на ваше физическое состояние. Прежде всего, я бы рекомендовала проконсультироваться со спортивным врачом и уточнить ваше физическое здоровье, состояние вашего позвоночника, сосудов, суставов и так далее. Если ваше физическое состояние в норме, то я бы рекомендовала начать с легких нагрузок. То есть это занятия со своим весом, ходьба или просто прогулки по городу. И затем уже постепенно увеличивать нагрузку в зависимости от вашего физического состояния. Но все-таки я бы рекомендовала взять несколько занятий у персонального тренера, потому что он покажет вам правильное выполнение упражнений, правильную технику, правильное дыхание. И тогда вы сами в будущем научитесь заниматься правильно и не вредить своему здоровью. И сегодняшнюю нашу зарядку мы начнем с планки. Но планка будет не простая, а немного усложненная. Сейчас объясню, каким образом мы поступим. Встаем, наклоняемся, спинку держим ровно и шагаем руками вперед до планки на прямых руках. Но мы не просто стоим в планке, мы ее усложняем таким образом. Мы одной рукой касаемся плеча. И таких мы делаем 6 повторений на каждую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И переходим на вторую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это еще не все. Мы делаем еще один подход в этом упражнении сразу же. Раз, два, три, четыре. В нижней точке нам нужно обязательно коснуться пола. И переходим ко второй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В моем случае я пока делала упражнение, как бы не дышала, а только разговаривала и старалась более-менее правильно дышать. Но в вашем случае нужно дышать правильно. То есть когда мы поднимаем руку на нагрузку, мы делаем выдох. Вот таким образом это происходит. И обратно встаем в положение стоя. И у нас осталось еще одно упражнение. Это прыжки в приседе. Объясняю, как это делается. Сначала мы встаем, ноги у нас на ширине плеч находятся. И мы начинаем выпрыгивать, то есть распрыгивая ноги в разные стороны в положение присед сумо. Присед сумо это у нас вот такое вот положение. То есть у нас носки смотрят в стороны и колени смотрят на носки. И мы стараемся как можно правильнее выпрыгнуть в это положение. Ну, сейчас покажу наглядно, как это выглядит. Вот таким вот образом мы приседаем. Когда у нас ноги находятся на ширине плеч, мы встаем, да? Но мы чуть-чуть себе задачу еще немножечко усложним. Попробуем, по крайней мере, ее усложнить. Когда приседаем, руками касаемся пола. Когда встаем, делаем хлопок. Ну, в принципе, это несложно. Можно попробовать и сделать это, ну, например, пять раз. Раз. Два. На нагрузку всегда выдох. Три. Четыре. Пять. И еще три раза. Ну, вот и все. На этом наша зарядка небольшая на сегодня окончена. Я желаю вам позитивного, креативного и крутого дня. Прощаюсь с вами ненадолго, всего лишь до завтра. Пока-пока. Ваши мышцы наверняка чувствуют заряд бодрости. Немножечко стонут и немножечко ноют уже после этой зарядки. Но, друзья, помните, если зарядку делать каждый день, во-первых, это войдет вам в привычку, во-вторых, это станет отличной профилактикой для, во-первых, различных заболеваний, поддержания вашего иммунитета, прекрасной формы весной, отличного внешнего вида летом на пляже и хорошего самочувствия. В общем, как ни крути, от зарядки одни плюсы. Важно запомнить какие-то упражнения и можно повторять их в течение дня. Раз встали от своего рабочего места, покрутили руками, ногами, встали в планку и вернулись обратно продолжать выполнять задания начальника. Дружим Арнольдом, все это поможет вам в офисе сегодня чувствовать себя прекрасно. Друзья, но тема нашего эфира сегодня не спорт, и Илана Рензина появляется у нас только в начале программы, и слава богу, а то зарядку делают на протяжении всего утреннего шоу «Автопилот». Тема сегодняшнего эфира. Тема сегодняшнего эфира звучит следующим образом, друзья. Прикладное искусство – способ скоротать зимние вечера. И будем рассуждать на тему того, что человек сейчас в современном мире перестал заботиться о том, чтобы собственноручно делать себе одежду, украшения, предметы, посуды. Это на самом деле целая проблема. И вообще вот честно, мы искренне считаем, что дом уютным станет только тогда, когда предметы, сделанные вашими собственными руками, будут как раз-таки наполнять этот дом. Всегда приятно посмотреть на то, что вы сделали собственными руками, а это еще и отличный способ порадовать кого-нибудь из родных, сделать подарок. И боритесь со скукой вместе со своими руками. В общем, друзья, обсуждаем сегодня тему прикладного искусства. У нас в гостях сегодня будет человек, который с прикладным искусством связан неразрывно. Кто именно, мы скажем, немного позднее. А пока светим контакты, как с нами можно связаться, друзья. Как можно передать привет, поздравления или высказаться на тему сегодняшнего эфира. А у нас есть отличная группа ВКонтакте. Заходите, у нас там большая дружная команда. У нас уже больше тысячи человек. Мы ждем... 1828. Уже практически до тысячи подошли. Друзья, присоединяйтесь к нам на стене, оставляйте свои приветы, поздравления, все, что у вас скопилось на душе. А также у нас есть СМС-портал. Мы постоянно контролируем то, что туда приходит. Номер вы видите на телеэкране. И, друзья, конечно же, мы напоминаем, что сегодня романтическая пятница на телеканале «Саратов-24». Романтики в нашем эфире достаточно. И, в общем-то, будем приумножать эту романтику. И сегодня в рамках этой романтической пятницы разыграем вкусное угощение, на которое мы так вот активно руки потираем до рот, разеваем. То, что он здесь стоит, он, это торт. Это, на самом деле, усложняет нашу работу, Сергей. Очень, очень усложняет. Нам сегодня непросто. Друзья, вот как вам непросто проснуться, так нам непросто держать себя в руках. Но я думаю, что наставления Марии Белат нам помогут сконцентрироваться о том, как и что сегодня будем разыгрывать, где нужно голосовать и так далее. Расскажем немного позднее, пока астрологический прогноз. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я ознакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на все ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне и будьте уверены, что для каждой ситуации найдется свое решение. Ну а теперь о том, что ждет нас сегодня. Овен. Заручитесь поддержкой коллег, прежде чем открыто объявить о своих планах. Телец. Не сгущайте краски. Все сложности носят лишь временный характер. Близнецы. Достигнутые успехи стоит отметить и обязательно в компании ваших друзей или родственников. Рак. Сбавьте темп и позвольте себе немного отдохнуть. Лев. Порадуйте своих близких подарками. Вы можете себе это позволить. Дева. Прекрасное время для открытия спортивного сезона в этом году, если вы это еще не сделали ранее. Весы. Возврат к старым и нерешенным делам в этот день гарантирует их успешность. Действуйте. Скорпион. Хороший день для встречи с руководством и решения сложных вопросов. Стрелец. Напряженные отношения с коллегами могут стать причиной конфликтов. Козерог. Планируя будущие дела, обязательно уделите внимание обеспечению своего тыла. Водолей. Романтические истории из прошлого могут вернуться к вам и заиграть с новой силой. Рыбы. Поддержка от партнеров или коллег поможет раскрытию ваших способностей. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Гороскоп. За спиной, друзья. А целый день впереди. Мы очень надеемся на то, что он будет бодрым, веселым. А самое главное, по-настоящему интересным. А ты знаешь, я подумала, что за спиной и перед спиной это одно и то же. Хорошо. Хорошо. Продолжим рассуждение чуть-чуть позднее. А сейчас, друзья, хотелось бы познакомить вас с нашим гостем, который сегодня появится в нашей студии уже совсем скоро. Это Алена Крутикова, которая появится у нас уже и во втором части программы. Это декоратор. С ней-то мы и будем общаться на тему сегодняшней программы. Прикладное искусство. Способ скоротать зимние вечера. Друзья, не забывайте, что мы хотим собрать копилочку ваших рукодель и узнать, чем вы занимаетесь в зимние холодные вечера. Что вы там шьете, вышиваете. Может быть, бисером плетете. Может быть, крестиком картины. Или гладью. Ой, я даже это знаю. Боже мой. У нас сейчас очень модно, на самом деле, заниматься вышиванием. Во многих магазинах продают целые наборчики, где есть и картины, и нитки, и иголки. И все. У нас распродажи не очень порадовали своими ценами. Мы теперь решили взять все в свои руки. Если с экономикой не очень получается и с личным бюджетом, но мы очень расточительные люди, то вот с рукодельным обшить себя самому, почему бы и нет. Друзья, присоединяйтесь к этому тренду, он вам принесет массу эксклюзивных вещей. Слушайте, ну вообще, к искусству, к творчеству нужно иметь прям действительно такое расположение. Потому что я вот, например, купила себе не один набор по вышиванию, но ни к одному еще не притронулась. Пока только мечтаю. У тебя на трене нет, соответственно, еще? Мне кажется, что у меня всегда есть дела поважнее. Вот это вот большой минус все-таки нужно себя переселить и заняться творчеством. Если вы чем-то увлечены, друзья, пишите нам всегда в программу, в прямой эфир. Это вы можете сделать в нашей группе ВКонтакте, также на смс-портал. Или позвоните к нам в эфир и расскажите, чем вы увлекаетесь. А еще вы можете поздравить своих родных и близких, если у них сегодня случилась какая-то памятная дата, день рождения, юбилей и так далее. И мы хотим задать вам нужный тренд и нужное настроение. И сегодня у нашего редактора, редактора утреннего шоу-автопилота Мария Ям, день рождения. Мы ей сердечно поздравляем, невероятная женственная, нежная девушка. Стильная. Да, вы видите ее в рубрике, например, «Один день». Всегда очень четко всю информацию до нас доносит, а самое главное с улыбкой. С днем рождения. Ну и знаете, что вот не все то золото, что в кадре. За кадром тоже очень-очень много золотых людей. Мария, с днем рождения тебя. Ну а вы присоединяйтесь, друзья. Можете поздравить своих родных и близких с днем рождения, если у них сегодня также произошла важная дата, какое-то важное событие, можете с этим тоже поздравить. Ну что, прервемся на рекламу и продолжим программу «Автопилот». И снова доброе утро, друзья. Спасибо, что вы встречаете этот день вместе с нами в студии Сергей Гришнов. Юлия Астахова. Это утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Вам хорошая пятница, дождались, друзья, товарищи, наконец-то. Завтра выходные, завтра будут длинные утра. Ну, по крайней мере, да, будет возможность передохнуть от сложной трудовой недели. Ну и, друзья, мы продолжаем программу «Автопилот». Хотелось бы напомнить тему сегодняшней программы. Мы сегодня говорим о прикладном искусстве. Если быть точно, то прикладное искусство – способ скоротать зимние вечера. Чем вы занимаетесь дома в свободное время? Может быть, вы вышиваете или шьете себе одежду? Ну, может быть, делаете посуду? Рисуете картины, глиной лепите? Ну, на самом деле, увлечений масса. Вот мы хотим узнать, чем же «Саратов» увлекается сегодня. Ну, а я, как человек, который примерно полгода назад пережил ремонт, хочу у вас спросить, ремонт для вас рукоделий или нет? Мне кажется, несомненно. Несомненно? Да. Ну, возможно, да. Все-таки ты делаешь что-то руками, не что-то, а квартиру, свое жилище, а потом произведением вашего искусства становится целиком, вот одна комната, две еще, коридор, ванна. И все это придается оценке тех, кто приходит к вам в гости. Нет, оценки это придается тогда, когда ты просчитываешь ремонт, и думаешь, сколько же это тебе будет стоить. Да, вот удовлетворение от того, что ты сделала, и все тебя хвалят, это вот согласись ценнее. Да. Друзья, на очереди «Зооспаса» мы сегодня будем пристраивать в добрые руки очередного пушистика. Волонтерское движение «Зооспаса» следит за собаками и за кошками, которые остались без хозяев, и думает, кому же их пристроить. Сегодня о своем одиночестве заявила кошечка Дуся. Вот она это красивое создание. Ушки, глазки, носик, все при ней. Она не только красивая, она еще и ласковая. Умная, аккуратная, любящая помурчать и поиграть. Дуся в засаде. Чудо, а не зверь. Друзья, берите себе это замечательное создание, кошечка Дуся. Напомню вам, если вы увлеклись этим замечательным существом, то вы должны знать, что ей всего 5 месяцев, она еще молода. И характер мы сейчас как раз-таки должны заложить в нее. Будьте внимательны, когда возьмете этого питомца себе домой. Ну, когда вот такие кошки или собаки появляются в нашем эфире с такими смешными моськами, у меня вот просто внутри где-то возникает сразу, что их должны звать дурилка пушистая. Ну, практически. По крайней мере, первая буква из имен совпадает. Все-таки это Дуся. Ты в поле чудесно недавно играла. Да, я люблю эту программу. Друзья, если вас интересует предложение, а мы очень надеемся, что оно вас интересует, тогда звоните в организацию «Зооспас». Волонтеры подскажут, как забрать это чудное создание себе. 60-20-44. И это телефон волонтерского движения «Зооспас». Радови быть милосердными. И в эту романтическую пятницу приходите на свидание вместе с таким милым пушистым подарком. Будет приятный день. Ну, мы напомним вам, что, друзья, совсем скоро мы разыграем замечательный торт, который нам предоставили радиоромантика и их партнеры, и друзья. Организация «Безопасный кекс». Торт, на самом деле, безумно на вид очень вкусный. Но не только на вид, мы еще и уже знакомы с некоторой продукцией этой фирмы, и, на самом деле, тортики заслуживают особого внимания. Как мы разыграем, вы узнаете совсем скоро. Самое главное – следить за эфиром. А на самом деле это непростой торт, это чизкейк, который состоит из воздушного овсяного бисквита, шоколадной основы сливочного сыра и даже паров. Зачем ты перечислил? Вот как теперь работает Сергей? Я не знаю, в голове что-то вот все помутнело сразу, помутнело. Торт, к сожалению, не для нас, друзья, он для вас. Но за него нужно немножечко побороться. Как? Скоро узнаете. Да. Ну что ж, а сейчас у нас на очереди новости, которые будем рассказывать вам мы. Русская служба новостей. 101,1 FM вещают в нашем городе именно на этой частоте. И, друзья, любопытные новости они поставляют нам. Я думаю, что многие, кто проезжали мимо самолета, мимо аэропорта, уже наверняка обратили внимание на размножившуюся надпись «Я люблю Саратов». А новость заключается в следующем. В городе появились уже две стелы «Я люблю Саратов». Потому что любви нашей нет границы никакой. Скоро на каждом переулке, на каждом углу нашего... Даже, даже пролетая над Саратовым. Да. В общем, эти буквы расположились на въезде в город на Вольском тракте и на панорамной площадке около аэропорта. Накануне состоялось открытие. Власти пообещали весной благоустроить территорию возле новых достопримечательностей, разбить цветники и убрать территорию, очистить ее. Сообщается, что эти стелы не последние в городе, друзья. Так что фотографий с текстом «Я люблю Саратов» будет много-много-много. Слушайте, лента в Инстаграме буквально забита этими снимками, когда эта надпись с сердечкой какая-нибудь девочка сидит, улыбается, или мальчик с девочкой сидят, улыбаются. Сидят мальчик с девочкой в сугробе и улыбаются. Да, если вы еще не сделали фото с этой стелой, то вы, друзья, не в тренде. Сделайте обязательно. Ну, вы сегодня утром прям проезжая мимо этой стелы, обязательно запечатлите себя. Ну, хотя бы себе просто на память в телефоне оставить фотографию. Не обязательно выкидывать ее в социальные сети. Вот кто делает постоянно фотографии с разных мероприятий, так это наш маленький корреспондент. Илья Соколов бывает на очень многих светских, полусветских и детских мероприятиях нашего города. Рассказывает о них в рубрике Афишн, точнее анонсирует в детской Афишн, чтобы вы их не пропустили. Сейчас ему слово. Всем привет, с вами Илья Соколов. И это рубрика Афиша. Для кого-то морозы – это настоящий кошмар. А вот у меня неделика выдалось, что надо. В школе я был всего пару раз, ведь у нас отменили занятия. Эх, как же все-таки хорошо учиться в первом классе. Выходные будут для меня приятным продолжением отдыха. Ну, а для тех, кто трудился всю неделю, я расскажу, что интересного случится в пятницу субботу-воскресенье. И даже те, кто законно прогуливал школу, внимательно слушайте. Нравится мне наблюдать за пандами. Вот уж кто-кто, а они-то знают все о том, как можно красиво валяться на полу, кушать эвкалипт. И при этом всем нравится. Правда, одна панда всерьез решила скинуть пару лишних килограммов и овладеть в совершенстве искусством боевого кунг-фу. Про нее даже целый мультфильм сняли, очередная серия которого недавно вышла в прокат. Предлагаю отправиться посмотреть на эту панду в пятницу, 30 января. Начало сеанса в кинотеатрах города можно уточнить в интернете. Приятно делать что-нибудь своими руками. Например, помню, как в детстве я любил лепить из пластилина разные фигурки, придумывать им имена и истории. Но с возрастом стал понимать, что выглядели они странно. И вот сейчас есть классная возможность вспомнить это дело и усовершенствовать его. Ведь 30 января в детском клубе развития «Филиппок» состоится мастер-класс по изолепке для моих ровесников и ребят помладше. Здесь научат секретам, которые помогут создавать настоящие шедевры из пластилина. Мастер-класс начинается в 11.00 и 16.00. Ну а если ручной труд, выходные, занятия не для вас, отправляйтесь в цирк. Там 30 января начинается новая программа. Называется она «Испанская кардида». Впервые в саратском цирке выступят американские бизоны. А это зрелище то еще. Компанию составят тибетские яки, верблюды, гималайский медведь и много других животных. В общем, чтобы внутри себя вы танцевали карриду, чтобы ваше сердце излучало солнце, вы должны увидеть Испанию. Например, на арене цирка. Вот такими будут выходные, если вы не позволите себе лениться. Обязательно выйдите из дома, и вы точно убедитесь. В Саратове гораздо интереснее, чем вы могли подумать. Скоро увидимся! Теперь не страшно ждать выходные, потому что знаем, чем заняться. Если предупрежден, значит вооружен, и нам ничего не страшно. И за детей совершенно не страшно, потому что Илья Сахалов все время дает очень качественные рекомендации, куда можно отправиться с детишками. Это все мероприятие не более чем, ну не знаю, там 12+. Ну а еще за своими детьми можно сделать что-нибудь приятное, полезное, красивое. Тема сегодняшнего эфира – прикладное искусство «Способ скоротать зимние вечера». Просим вас высказываться на эту тему. Каким образом? Рассказывайте, друзья, про свои увлечения. Кто-то вышивает, кто-то шьет себе платье, кто-то, может быть, делает вручную различные украшения, бижутерию. Сергей, например, что вы, Сергей, делаете? Чем вы занимаетесь? Я чем только не занимаюсь дома. То готовлю, то мулинери, намэ, манамэ, там всякие и так далее. Молодец. У тебя прям есть такой набор ниток и коса? Нет, у меня есть кухня. Ну ладно, все. Наш диалог, друзья, зажел в тупик. А вот мы знаем, кто действительно всегда отовсюду найдет дорогу, для него не существует ни преград, ничего. Марьям, у которой сегодня день рождения, наш корреспондент, расскажет о том, какие сегодня праздники отмечаются и вообще чем знаменит сегодняшний день. Доброе утро! Пятница врывается к нам в окна и двери, освещает собой все вокруг и греет душу. Даже погода сжалилась над нами и подняла градусы Цельсия до вполне комфортных. А сколько сегодня праздников, знаменательных дат вы даже себе не представляете. Но сейчас узнаете. В 1927 году в рамках Большого тура поэт Владимир Маяковский посетил Саратов. Остановился он в первом номере гостиницы «Астория», которую мы знаем как «Волга». Само выступление состоялось в Большом зале Народного дворца. Теперь это Дом офицеров. Маяковский хлестко высмеивал стихоплетов и предостерегал от промахов, несомненно, даровитых и популярных поэтов. После этого Маяковский пригласил саратовских литераторов на сцену, расспросил, кто над чем работает, какие встречаются трудности, а также поделился некоторыми секретами своего опыта. Ну вот, теперь можно смело переходить к именинникам. Например, одним из них стал Антон Чехов. В литературу писатель пришел после окончания университета. Работая уездным врачом, он одновременно продолжал публиковать свои произведения. Чехов всегда был готов помочь людям. Он лечил больных, работая врачом. Но лечить душу людей оказалось более трудным и более важным делом. В его пьесах и рассказах мы видим жизнь простых людей, повседневный быт. Близкие автору люди – это люди необыкновенной судьбы. Это интеллигенты, которые ищут смысл жизни. А вот певец Дмитрий Маликов свой смысл жизни нашел давно и верно ему следует. Он следующий в списке именинников. Его дискография насчитывает 20 альбомов и любимые всем песни. «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая». В общем, вы все их и так знаете. Но это все ерунда по сравнению с тем, как Дмитрий Маликов недавно отличился в социальной сети Twitter. Певец опубликовал пост со словами «Как у вас дела вообще? Тяжеловато приходится или ничего?» После этого выражение «тяжеловато» стало популярной в интернете шуткой. Маликов решил подогреть всеобщий интерес и в середине декабря записал новогоднее обращение к рублю, в котором также употребляет свою коронную фразу. А теперь о том, что ждет нас сегодня. И новость эта в первую очередь касается автовладельцев. По улице Рахова на участке от улицы Новоузенской до Белоглинской будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена». С табличками дополнительной информации работает эвакуатор, а также парковка, парковочное место. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства города Саратова. На этом у меня все. Хочу процитировать сегодня Такеша Китана. Он говорил, очень важно сохранить в себе детское восприятие мира. И какими бы взрослыми, какими бы богатыми мы ни стали, мы должны жить честно, в гармонии со своим внутренним и неизменно искренним ребенком. Будьте непосредственными, не бойтесь быть смешными. И кто знает, может именно вы войдете в историю. Спасибо большое, Марьям. Друзья, сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы к вам вернемся. Оставайтесь с телеканалом «Саратова-24». Спасибо вам, что вы встречаете это зимнее утро вместе с программой «Автопилот». Мы движемся дальше, а дальше о пробках. Слово моему соведущему Сергею Гришнову. Ох, спасибо большое, Юля. Да, действительно, сейчас о пробках будет идти информация. И я вам расскажу, сколько же баллов загруженность дорог в нашем любимом необъятном городе. Ну, а Яндекс оценивает ситуацию о наших дорогах в 4 балла. Друзья, это уже становится старой доброй традицией для всего нашего города. В 7 часов 34, там в 32, в 30, 29 и в общем туда далее уже начинать день с 4-х бальных пробок. Итак, обратимся к центру города. Друзья, здесь серьезные загруженности есть, пожалуй, только на улице танкистов на пересечении с Соколовой. Ну, небольшие загруженности есть на московской по старой доброй традиции от вокзала до улицы Рахова. Ну и есть небольшая загруженность непосредственно на улице Рахова. Если вы будете ехать от Кутикова в сторону детского парка, вот в том направлении, друзья, знаете, что вам придется потерять драгоценные минуты. Ну, а в остальном, в принципе, центр города более-менее едет. Конечно же, преобладает желтый цвет на дорогах нашего города. И, друзья, думаю, что такая же ситуация сохранится и далее. Давайте посмотрим с вами на предмостовую площадь. Предмостовая площадь сегодня удивительно странно себя чувствует. Дело в том, что и съезд на предмостовую площадь, и выезд с нее покрытый желтым оттенком полностью. Не знаю, реагенты, наверное, желтые разбросали там, чтобы не скользили автомобилисты. Но вот кто-то очень стесняется ехать сейчас в Энгельс, и поэтому направление в сторону Энгельса по мосту желтым цветом окрашено. И там придется потерять несколько драгоценных минут, потому что средняя скорость движения не превышает 25 километров в час. Давайте посмотрим на улицу Чернышевского. Не убегайте. Итак, улица Чернышевского и в Заводской район. И из Заводского окрашена желтым и зеленым цветом. Ни единого красного оттенка пока нету. Это значит, что, друзья, можете ехать с переменным успехом, но более-менее уверенно держать скорость. Ну, 25-30 километров в час вполне себе допустимая скорость движения. Улица Орджоникидзе и проспекты энтузиастов по традиции красным цветом отмечены. Ну, точнее, энтузиастов Орджоникидзе, если будете ехать в центр города. Новостроканское шоссе зеленое, летит все прекрасно. Посмотрим на Усть-Курдемское шоссе, как обстоят дела в юбилейном поселке. Желтым цветом полностью окрашено кольцо строительного рынка. И Усть-Курдемское шоссе как раз-таки до улицы Минякино, друзья. Там скорость движения не супер... Быстрое? Не супервысокое скорость движения, но ехать все-таки можно. И улица Аэропорт по направлению в центр тоже потихонечку начинает забиваться. Сейчас она уже желтым цветом окрашена. Но при этом уникальный случай только для романтической пятницы на телеканале Саратов-24. Эксклюзивно для вас, наши дорогие телезрители. Танкистов и Навашина свободно. По Навашину немножечко постоите, а по танкистов можете свободно ехать. Не воспользуйтесь этим уникальным предложением от нашего телеканала. Но проезжайте этот участок, совершенно не задумываясь ни о чем. Ну и посмотрим на, пожалуй, одну из самых загруженных улиц нашего города. На проспект 50-летия Октября. Район Стрелки по традиции стоит и первая дачная. Включая дублеры и все пути объезда красным цветом окрашены. Встречное направление в Ленинский район. Пока на протяжении всего проспекта 50-летия Октября свободно. Все в порядке, все нормально. С улицы Тракторной тяжело повернуть сейчас на 50 лет Октября. Ну и, друзья, если вы не хотите ехать по пробкам, не хотите по 50 лет Октября мчаться в центр Шихурдина и улица Соколова к вашим услугам. Потому что на Шихурдина только под мостом Третья дачная есть небольшая загруженность. В остальном все хорошо. Проспект Строителей немножечко загружен, но и кольцо НИИ также немножечко поставивает. В остальном все прекрасно, добирайтесь до работы вовремя и хорошей вам сегодня погоды. А вот какая она будет, расскажет сейчас как раз-таки моя очаровательная соведущая в изумительном коралловом свитере сегодня. Она нам напоминает о море немножко. Юлия Астаховна, дайте слово. Я плачу, плачу, слишком много комплиментов. Как теперь продолжать? Друзья, 7.38, пробки 4 балла. Это на самом деле немало. Но виновата в этом отчасти и погода, потому что дороги сейчас очень скользкие. А все потому, что сегодня в Саратове и Энгельсе снегопад. Он уже начался и продолжится это прямо до вечера. Вечер, вечер, вечер скоро, да. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра тотного столба. Днем температура воздуха составит минус 9 градусов. И она потихонечку будет повышаться. То есть к вечеру будет всего лишь минус 2 градуса. Все это такое-такое резкое падение, точнее, ну да, резкое падение температуры. А также снегопад, метель. Все будет сопровождаться гололедом на дорогах. Поэтому будьте аккуратны. И если вдруг вы не были в числе тех, кто получил сообщение от МЧС нашего города. Ты получился? Нет. Не получил? Будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что ситуация на самом деле опасная на дорогах. Друзья, будьте в безопасности вместе с телеканалом «Саратов 24». Устроите сегодня романтическую пятницу вместе с нами. И все у вас будет хорошо и отлично. Мы вас призываем писать и звонить нам. Друзья, сообщайте нам о том, как вы встречаете это утро. И, конечно же, делитесь соображениями на тему сегодняшнего эфира. А сегодня мы с вами будем говорить о прикладном искусстве. Прикладное искусство – способ скоротать зимние вечера. Можно не только, знаете, убить время, но еще и сделать своими руками нечто полезное. Многие из наших саратовцев увлекаются рукоделием, например, шьют одежду, вышивают. А чем вы, друзья, увлекаетесь, пишите об этом к нам в программу. Мы все прочитаем в прямом эфире, немножко вам позавидуем или возьмем себе что-то на заметку. Да, и с большим удовольствием, друзья, будем дарить сегодня вам подарки. У нас сегодня есть чудесный шоколадный чизкейк с гранатом, который мы будем дарить сегодня в рамках романтической пятницы на нашем телеканале и в нашем утреннем шоу «Автопилот». Как его заполучить, на какой вопрос стоит ответить, расскажем немного позднее. Еще один подарок – это традиционные уже сертификаты в батутный центр неба. Прыжки до самых небес, чтобы собрать звезды с неба. Как раз-таки вам пригодятся, если вы получите этот сертификат. Вы не представляете, сколько уже положительных отзывов мы услышали от тех победителей, которые уже получили эти билеты, друзья. Теперь у вас есть такая возможность. Я думаю, что ей нужно действительно воспользоваться в самое ближайшее время. О старте розыгрыша мы объявим в прямом эфире. Ну что ж, сейчас опрос. Узнаем, на какой вопрос. Телеканал «Саратов-24» выходит в поле к вам поближе, общается абсолютно с каждым, друзья. Внимание, я рада вот, что получилось из нашего оживленного общения. На главной площади города теперь можно почувствовать себя героем настоящей зимней сказки. Здесь для этого есть все без исключения. Ледяная горка, трон, персонажи Деда Мороза и Снегурочки и даже непроходимый лабиринт. А давайте спросим у жителей нашего города, какие фигуры изо льда хотят видеть здесь они. Большой снежный замок, и чтобы внутри были разные статуи, разных богов. Винни-пуха, Снегурочка, Дед Мороза и всякие, просто так важно тоже профессионалы. Ну, наверное, Большого Снеговика. Можно и Бубьягу, Машеньку можно. Я хотела бы увидеть тут русалочку, и она напоминает о лете, которую все ждут. Можно было бы что-нибудь из сказочного персонажа. Например, у нас здесь много ребятишек, было бы очень хорошо. Кого, например? Ну, я не знаю, ну, Снегурека вот нет. Можно построить дома, домики такие, комнаты там, которые проходят. Можно построить типа тоннели, что-нибудь, понимаете. Фантазия саратовцев не знает границ. Ну что ж, может быть, в следующем году мечты наконец-то станут реальностью? А пока предлагаю искать выход из непроходимого лабиринта и смотреть наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на канале «Саратов-24». Зимний пейзаж позади нашего корреспондента вдохновляет. Хочется выйти на улице, прогуляться. Будем надеяться, что это такая отдельная мотивация собраться и пойти туда, куда вам нужно. Ну, тем более, что в Саратове у нас настоящая зимняя сказка. Вы наверняка уже обратили внимание даже на те ледовые конструкции, которые установлены в разных парках и скверах нашего города. Например, меня поразило около ДК Рубин. Ну, по городу всегда. Там есть, в общем, любопытные арт-объекты. В нашем Сарате много чего интересного, друзья. И я думаю, что об этом мы сегодня тоже поговорим. Ну, а сейчас переходим к новостям от радиостанции «Русская служба новостей». Друзья, и напоминаю, что эта радиостанция вещает на частоте 101,1 FM. И новость от них. В Министерстве здравоохранения Саратовской области подтвердили, что два жителя нашего региона скончались от свиного гриппа. Очень важная новость. Этим утром мы не могли обойти ее стороной. Личности тех, кого погубил вирус, а также районы, где проживают эти люди, не разглашаются. Два летальных случая от гриппа вируса типа А, H1N1 были подтверждены лабораторно, рассказывает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Саратовской области Александр Колоков. А эпидемическую ситуацию в регионе, как не заболеть, и что делать, если уже заболели, обсудят сегодня на радиостанции «Русская служба новостей» в Саратове в 15 часов в 3 часа дня в программе «Саратов» в пятницу с председателем Роспотребнадзора Надеждой Матвеевой. Друзья, не пропустите эфир на радиостанции «Русская служба новостей». Очень важная информация будет донесена до всех и каждого, кто будет слушать эту радиостанцию. Действительно полезные советы, сейчас актуальный вопрос, как бы не заразиться, если уже заразились, то как вылечиться. Поэтому, друзья, не обойдите своим вниманием этот эфир. Ну что ж, мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Напоминаем, что сегодня романтическая пятница на телеканале «Саратов-24». Сегодня, несмотря на эпидемию, на болезни и так далее, мы будем радовать вас подарками, заряжать вас настоящим позитивом. И, в общем-то, вот эти подарки, которые лежат у нас на столе, а вы их можете видеть, это чудесный торт, это подарочные сертификаты в батутный центр неба, сегодня станут вашими. Давайте с хорошим настроением бороться со всеми вирусами и со всеми болезнями. Проведите вечер пятницы за просмотром любимого телеканала. Тем более, что в 21.00 в эфире «Саратов-24» боевик «Медальон». Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, решившего завязать с темным прошлым. Похитители сообщают, что держат девочку-подростка в багажнике такси. У отца есть всего несколько часов, чтобы отыскать похитителей и спасти ребенка. Смотрите «Боевик-Медальон» сегодня в 21.00 на телеканале «Саратов-24». На наших студийных часах 7 часов 48 минут. Друзья, продолжаем программу «Автопилот». Движемся дальше. Сергей Гришнов уже у карты, готов рассказывать, где заторы на саратовских дорогах. Да, я готов рассказать вам, друзья, обо всем, что происходит на улицах нашего города. И сейчас ситуация несколько изменилась. Не 4 балла, а уже 5 баллов по оценкам Яндекс.Пробок. Сервис Яндекс.Пробки считает баллы, опираясь на степень загруженности дорог как раз-таки нашего города. И ну что ж, 5 баллов ни много, ни мало. Ровно половина шкалы. Надеюсь, выше расти баллы не будут, а будут, может быть, даже снижаться. Ведь сегодня пятница, может быть, вы уже отправитесь на романтический завтрак. Итак, 7 часов 49 минут и 9 секунд. И, друзья, к этой минуте, к этому часу, к этой секунде улица Рахова довольно-таки основательно стоит. На пересечении с улицей Московской. Московская как раз-таки так же простаивает, друзья. Улица Астраханская от Зарубина до Кутикова. Образовались пробки во всех направлениях. И в сторону детского парка, и в сторону Синого рынка. Если есть возможность объехать, то сделайте это. Пока, кажется, дороги, по которым вы могли бы объехать, более-менее свободны. Степан-Разина, университетская после Московской. В сторону Октябрьского района, друзья, все немножечко простаивает. В центре города улица Советская, при этом совершенно зеленая. Можете ехать абсолютно не задумываясь о пробках. Ну и, в общем-то, друзья, ситуация печальная. Есть еще на улице Танкистов. На пересечении Соколовой образовалась довольно-таки серьезная пробка. Если есть возможность объехать ее, сделайте это незамедлительно. Переходим на предмостовую площадь. Пешком практически доходим до нее. Съезд как раз-таки на мост Саратов-Энгельс полностью красным окрасился. Друзья, там собралась настоящая пробка. Скорость движения не более 7 км в час. Мост Саратов-Энгельс едет с большими затруднениями из Саратова в Энгельс. Желтым цветом отмечен полностью весь мост. Ну что ж, встречное же направление абсолютно зеленое. Улица Лесозаводская едет прекрасно из Энгельса. Все, друзья, хорошо. Предмостовая площадь на объезде в Саратов немножечко пожелтела. Но я думаю, что скоро эта ситуация несколько изменится. Усть-Курдюм... Я к тому, что она может покраснеть. Усть-Курдюмское шоссе, друзья, сейчас вот стало как раз-таки полностью красным. Ну как полностью? От светофора и от улицы Продовой буквально до кольца строительного рынка. Кольцо строительного рынка пожелтело. При этом, если вы хотите найти пути объезда центра, сейчас Затон едет прекрасно. Можете спускаться по этой дороге без каких бы то ни было проблем. Аэропорт в сторону центра с трудом передвигается, но все-таки более-менее едет. Давайте посмотрим с вами на Танкистов на Вашню. Те, кто успели воспользоваться нашим специальным предложением проехать, пока там не было пробки, молодцы. Остальным же придется потерять несколько драгоценных минут. Перекресток уже загружен. Проспект 50-летия Октября. По традиции начнем со Стрелки. Друзья, Стрелка загружена вплоть до светофора практически на всем своем протяжении. Встречные направления желтым цветом отмечены. Скорость движения там не велика, но ехать более-менее можно. Первая дачная во всех направлениях загружена. Ну и, конечно же, поворот со Студгородка на 50-летия Октября также загружен. При этом удивительное рядом Шихурдина и улица Соколовая пока едут. Конечно, с переменным успехом, но тем не менее. Пробка на Шихурдина есть только около делового тупика. Небольшая пробка, есть там светофор, вы по традиции уступают дорогу как раз таки тем, кто поворачивает на светофоре. Ну и под мостом Третьей дачи также есть небольшая загруженность. И кольцо НИИ также немножечко поставивает. Проспект Строителей совсем красный, так что лучше объезжайте его. Последний пункт нашего обзора это улица Чернышевского, Арджиникидзе и проспект Энтузиастов. Вот с проспекта Энтузиастов и начнем. Предположим, вы из Заводского пытаетесь пробраться в центр. Помните, кольцо стадиона Волги загружено. Несколько километров улицы Арджиникидзе, буквально первый или второй, также немного загружены. Чернышевского в сторону центра желтым и зеленым цветом окрашены. Встречное движение едет по традиции немного легче, но тем не менее. Чернышевского желтым и зеленым цветом окрашены, а вот Арджиникидзе и Энтузиастов полностью желтые. Можете ехать, но не быстро. И, конечно, Новоастраханское шоссе также с переменным успехом зеленым и желтым отмечено. Ну что ж, о пробках все. К этому часу встретимся с пробками уже в следующем, для того, чтобы рассказать вам, как ситуация меняется этим утром. А сейчас о погоде вам расскажет Юлия Астахова. Юль, расскажи нам, как там тепло, как там морской прибой, там отбой и все. У нас моря нет в нашей области, к сожалению. Хотя были прецеденты. Да, ну, об этом позднее, друзья. В пятницу, сегодня пятница, 29 января, если вдруг кто-то потерялся в числах. Сегодня снегопад обещается в нашем прекрасном городе. Он уже начался, идет активно. Например, если вы увидите, у вас есть автомобиль, то придется его очистить и приложить к этому некоторые усилия. Что случилось, что тебя так удивило? Ты не хочешь, чтобы был снегопад? Я все-таки надеюсь на то, что быстро наступит лето. Быстро нальется море. Ну, ветер южный, Сергей, ветер южный, поэтому сильно не переживай. Ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. А геом температура воздуха составит минус 9 градусов, она и сейчас такая. А вот к вечеру она потихонечку начнет подниматься и будет минус 2 градуса. Так что идет тенденция на потепление. Итак, друзья, о погоде узнали, о пробках узнали. Напоминаю, сегодня романтическая пятница. Обещали разыграть подарочные сертификаты в батутный центр неба. И сделаем это совершенно незамедлительно. Ну, а для того, чтобы их выиграть, вам необходимо, ну, друзья, по-честному, вам нужно погуглить. Вам нужно найти этот ответ. Ну, знаешь, может быть, кто-то эту информацию держит в голове. Есть и такие любители. Есть поклонники, да. Мы решили, как задать вам вопрос. Очень просто, друзья, взять и задать его. Но привязать этот вопрос к теме прыжков. Все наверняка знают такой вид спорта, как прыжки с шестом в высоту через какие-то преграды и так далее. Так вот, мы вас призываем дозвониться до конца этого часа к нам в прямой эфир и ответить на простой вопрос. Ну так, 15 февраля 2014 года был установлен новый мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом. Его установил француз и прыгнул он на высоту 6 метров 16 сантиметров. Только представь. Это на открытой площадке? Нет, рекорд был установлен на закрытой площадке. Но, в принципе, этот рекорд внесен в основной список мировых рекордов. Ты можешь назвать имя и фамилию того человека, который установил последний мировой рекорд по прыжкам в высоту в шестом закрытом помещении. Так что, друзья, просим вас звонить, назвать имя и фамилию этого француза для того, чтобы получить подарочные сертификаты в батутный центр неба и точно так же, как и этот французик, прыгать до самых небес. Молодец. Друзья, ну а пока вы присылайте нам свои правильные ответы. Давайте посмотрим интересную рубрику от Алины Ковалевой. Станем немножко более модными. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами рубрика «Стильные люди» и я ее ведущая, стилист Алина Ковалева. Сегодня я расскажу вам про очередной тренд этого сезона – комбинезоны. Расскажу, с чем его носить и как интересно обыграть в своем гардеробе. Комбинезон уже давно перестал быть одеждой рабочей или для летнего отдыха. С завидным постоянством он появляется в кутюрных коллекциях модных домов на торжественных приемах и красных ковровых дорожках. Порой этот предмет гардероба выглядит куда эффектнее и даже сексуальнее традиционных вечерних платьев. Он визуально вытягивает силуэт, делая ноги длиннее, а талии уже. Комбинезон действительно сможет продемонстрировать фигуру во всей красе. Он предоставляет прекрасную возможность выгодно оголить спину, плечо или даже пресс. Подтянутые ягодицы легко подчеркнут узкие брюки с завышенной линией талии. В случае, если похвастаться пока нечем, выбирайте тот, у которого штанины шире. Он скроет все недостатки, а вы будете выглядеть стройнее и танцевать вам будет гораздо удобнее. В любом случае, вечерняя модель должна быть смелой, приковывающей внимание. Комбинезоны достойны стать более удобной альтернативой вечернему платью. В них танцы до утра гарантированы. Спасибо большое Алине Ковалеву. Не хотели с ней расставаться надолго и наслаждаться ее чудесным образом сегодня утром подольше. Ну и она не хотела с нами попрощаться. Друзья, типа сегодняшнего эфира «Прикладное искусство. Способ скоротать зимние вечера». И к нам сегодня в гости уже совсем скоро, буквально через 15-17 минут после выпуска новостей, придет к нам в студию Алена Крутихова. Это директор, ой, директор, извините. Ну, она и директор, она и декоратор, которая действительно расскажет нам о том, как правильно направлять свои силы в нужное русло, чем можно заняться и каким видом прикладного искусства. В общем, все вопросы можете задавать ей, спросить ее, как сориентироваться в многообразии декораторского искусства и вообще различных поделок, и она вам точно подскажет. Друзья, ну а мы просили вас звонить до конца этого часа для того, чтобы ответить на вопрос. И выиграть два билета в батутный центр неба. Вопрос был совершенно четкий, мы его сейчас еще раз повторим, но для начала поздоровимся с нашим телезрителем. Доброе утро! Доброе, доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Даша. Даша, очень рада вас слышать сегодня утром. Скажите, пожалуйста, знаете правильный ответ на вопрос? Я его повторю сейчас. 15 февраля 2014 года на закрытой площадке в Донецке, на Украине, был установлен новый мировой рекорд. Рекорд 6 метров, 16 сантиметров. Мужчина-француз, красавец, прыгнул с шестом и, в общем-то, установил новый рекорд. Нужно назвать имя и фамилию этого рекордсмена. Знаете ли вы, Даш? Это был Рено Лавенелли. Вы думаете, все-таки так звучит его фамилия? Хорошо? Да, но это правильный ответ. Конечно же, это был Рено Лавенелли. Ну, я тоже не могу сказать. Лавенелли. Ну да, мы с французским акцентом нужно было это сказать. Даш, мы вас поздравляем. Пригласительные билеты в батутный центр «Небо» ваше. Уверена, что вы тоже сможете побить рекорд и прыгнуть, например, на 7 метров. Приветы кому-то будут? Привет-то не будет. Даша уже слушает инструкцию, как получить эти билеты. А мы лишь можем сказать, Даш, пришли к нам фотографии с вашего отдыха в батутном центре «Небо». С удовольствием посмотрим за вашими успехами. Да. Ну что ж, друзья, впереди вас ждет выпуск новостей. Сегодня в нашем утреннем выпуске с эфира отвечает Юлия Конькова. Она расскажет о том, почему треть Саратова осталась без воды. Ты первый пострадал. И какая на данный момент ситуация с заболеванием гриппа в области? Друзья, самые важные темы освещают наши корреспонденты в выпусках новостей. Это утро не исключение. Оставайтесь в курсе всего происходящего в нашем городе вместе с телеканалом «Саратов-24». Ну а мы с Юлией Астаховой вернемся в эту студию сразу после выпусков новостей. Не только вдвоем, еще и придет с нами гость Алена Кратикова, декоратор. Зададим ему все вопросы, которые нас интересуют, и услышим ответы. Оставайтесь с нами. До встречи. Самые интересные программы, фильмы и сериалы только на канале «Саратов-24». Собраться с семьей или друзьями у телеэкрана «Воскресный день» поможет программа «Моя родословная Лиза Боярская». Какая тайна семьи Боярских скрыта в стенах Исаакиевского собора? Почему сто лет назад фамилия Боярских изменилась? И какие еще знаменитые люди относятся к их древнему роду? Смотрите в программе «Моя родословная» в воскресенье в 11.00 на телеканале «Саратов-24». Утрение шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24» продолжается. Сразу после выпуска новостей, как и обещали, к вам возвращаемся мы. Здесь в студии Сергей Гришнов, Юлия Астахова. Все делаешь за меня. Скоро все эти сладости будешь за меня оплетать. Друзья, еще раз всем говорим «Доброе утро» и напомните о сегодняшней программе. Мы говорим сегодня о прикладном искусстве и о способе скоротать зимние вечера. Можно ли прикладным искусством, каким-нибудь видом творчества скоротать время, которое у нас в излишке. У нас сегодня гости в студии, она уже находится рядышком с нами, вы сейчас можете ее лицезреть. Это Алена Кротякова, это декоратор, друзья, и мастер реалистичной флористики. Это что-то космическое. Я бы сказал, что вы мастер нереалистичной косметики. Флористики. Флористики, да, потому что у нас на столе сейчас, друзья, настоящее буйство красок. Весна. Настоящее весна, лето, даже немножко осень здесь есть. Доброе утро, рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что так рано смогли к нам прийти с целым багажом вот этих вот весенних атрибутов. Алена, мы сразу хотим к вам обратиться. Вся эта красотища сделана вашими руками? Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, вот реалистичная флористика, что есть, что это такое? Это ваша личная придумка или это давно? Нет, это искусство существует давно довольно-таки. Начался, наверное, в Японии, также в Таиланде, то есть как бы и в Голландии это тоже было уже известно. Но также эти цветы очень похожи на цветы, которые делают кулинары из мастики. То есть, в принципе, тоже вот тот. Я бы сказал, что эти цветы похожи на цветы, которые делает матушка природа. Да. Потому что это... Это безумно реалистично. Я не знаю, передает ли всю красоту и реалистичность телевизор, но, друзья, это феноменально. На самом деле, такое ощущение, что все эти цветы по-настоящему живы. Это потрясающе. Сколько времени нужно для того, чтобы сделать вот, например, такой цветок? Что это за цветок, кстати? Это цветок георгин. Георгин. Сколько по времени? Где-то, наверное, дня два, наверное, точно. Потому что здесь еще нужно, чтобы глина просыхала, то есть потом ее красишь. Слушайте, ну два дня вырастить такой цветок потребуется гораздо больше времени. Поэтому если на контрасте, то лучше, может быть, вот такой букет смастерить. И он не вянет. Есть ли срок годности у этой продукции? Нет. То есть живет пока? Живет пока, да. Не сломаешь. То есть они довольно-таки пластичные, глина. То есть, как бы они гнутся. Давайте мы начнем делать то, что мы сегодня придумали сделать. Мы будем делать вот такую розу. Вот мы сегодня, друзья, вот здесь, в прямом эфире телеканала «Саратов-24». Вот этими самыми руками, которые не совсем прямые, не всегда приспособлены к какому-то виду творчества, попробуем сделать вот такую чудесную розу. С чего начнем? Что нам нужно для этого? Для этого нам нужна глина. Она идет, вот эта тайская глина, как бы она при раскатке, у нее лепестки получаются очень тонкими, прозрачными. То есть вот, как бы я остановилась на этой глине. И более-менее гибкие. То есть они устают, как стекло. А давайте сразу еще, может быть, нашим телезрителям немножечко расскажем о том, где все это можно приобрести. Глину, краски, специальные инструменты. Это можно в Саратове приобрести? Можно, да, в Саратове сейчас приобрести. Это продается в различных хобби-магазинах, да, допустим. Краски нужны для этого масляные обычные тоже, стек металлический. И вот существует различное количество всяких молдов, то есть они для разных лепестков по-разному. Формочка для того, чтобы взялся эти. Формочка, да. То есть это, допустим, для розы. Значит, все это мы можем купить в Саратове. Приобщиться к реалистичной флористике мы можем уже сегодня. Да, и как бы нужна проволока. Проволока в бумажной оплетке, чтобы глина держалась крепко. И обычный канцелярский клей ПВА. И в принципе все. Ну и немножко таланта, наверное. С чего начнем? С чего я опоздала? Так, берите инструмент, Сергей, не разговаривайте. Я только хотел спросить, есть ли какая-нибудь грубая сила, которую я могу взять для себя и сделать? Нет. Работать. В принципе, грубой силой не надо. Ну, в смысле, работа. Длина засыхает на воздухе, поэтому работать с ней надо очень быстро. Это нам подходит. И чтобы она не засыхала, мы прячем ее в пленку. Так, мы сейчас ее окрашиваем масляной краской. Да, мы добавляем масляной краски. Слишком много не надо, потому что краска сушит очень глина, и как бы потом мы ничего не сделаем. И просто мнем как тесто. Просто, да. Чтобы она стала мягкой, да, такой очень-очень. А сколько понять, сколько нужно глины? Например, на глазок? На глазок, да. Смотря на какой цвет, только ты хочешь сделать. Ну, у нас есть, знаете ли, пример очень яркий, поэтому я и... Ну, ты видишь, она очень тонко раскатывается, я думаю, что здесь совсем чуть-чуть достаточно. И мы руками сможем вот раскатать такой тонкость? Да, я сейчас покажу, как это все. Так прям руками? Вот этими, что ли? Прямо возьмем и сделаем? Прости, но я никогда не занималась реалистичной флористикой. Так, я сам удивляюсь. Я об этом направлении, честно скажу, узнала только сегодня. Поэтому меня все это безумно удивляет, и мне кажется, что можно действительно перепутать с живыми цветами просто на раз-два. Итак, я вижу, что вы уже смешали краску. Да, все, цвет готов. То есть мы теперь берем по маленьким таким кусочкам. Отщипываем прям маленький кружочек. Так, я первая буду рисковать. Так, это мне не нужно пока, да? Нет, это как раз-таки сейчас нам будет нужно. Продолжай делать. Сделаем просто по лепестку. То есть скатываем кружочек, горошинку, приминаем. Приминаем горошинку. И раскатывать мы начинаем на вот этой стороне вот этого. Большого пальца. Большого пальца, да. Берем стек, большой стороной вот этой. Так, стек. И начинаем раскатывать. Лево, право. Какую руку вы взяли? То есть придерживаем пальчик. О, Сережа Гришинов. Придерживаем пальчик. Придерживаем пальчик. Да, чтобы он никуда не укатился. Такие. Что? Мне кажется, что у меня уже успех. Да, у меня провал. У меня успех, я уже готова заниматься реалистической хлористикой. Надо сделать круг. А, круг? Успех она говорит. Что же вы сразу-то не предупредили? Посмотрите, пожалуйста, какой круг у Люли. Знаете, розы бывают разные. Они бывают и очень круглые, и не очень. Природа, она же такая. А я столько отпечатков пальцев оставил на этой розе. Это не страшно. Если нет мозга, то в принципе это очень даже. Слушайте, а у вас прям такая тоненькая получается. Серьезно, у тебя тоже? Успех не у меня, оказывается. Мне кажется, у меня слишком большой кружок был. Достаточно ли или еще тоньше? В принципе, достаточно. Ох, а ты, я справился. Так, дальше что с ними делаем? Затем мы берем, делаем фактурку. То есть мы... Вкладываем в форму. Это вот такие мелкие прорези, которые... Да, получается вот эта фактура, самая роза, и пускаем. Сильно не надавливаем, потому что иначе прилипнет у нас. А все лепесточки должны быть одного размера? Нет, ну оно как бы как в природе все идет. Нет ничего одинакового. Стандартов не слышал. Да, стандартов. Вот, то есть вот у нас получился вот такой лепесток. Слушайте, друзья, реалистичная флористика, это, конечно, вещь. Это вам не крестиком вышивать. Ничего не имею против, просто, действительно, это безумно, безумно необычно. Сколько нужно сделать таких листочков? Так, мы сделаем все от того, какая у нас будет роза. Вот, сначала сейчас я сделаю середину. Я пропустила эту флористика. Так, на краешке. Слушайте, супер, просто супер. Так, ну вот, Юлин, первый лепесточек тоже готов. Да, то есть сейчас мы сделаем еще середину. Юлин, первый лепесточек, а! Это так здорово вообще. Снимать, да? Да, вытаскиваем. Да, это потрясающе. Нам нужно сделать еще несколько листочков? Конечно, мы делаем еще. Еще как лепесток роза с морозом. Давай, катай еще листочки. Еще катать. А склеивать эти листы нужно, пока глина не засохла? Пока не засохла, да, мы склеиваем, клеим ПВА. Катайте. Когда они уже засохли, есть иногда сборка цветов, когда нужно уже сначала просушить лепесточки. А потом уже склеивать. В таком случае мы их склеиваем супер-клеем. А вы специально выбирали цвет розы под мой чейпер? Признавайтесь. Я сделала серединку, допустим, да? Куда мы будем сейчас приклеивать все наши лепесточки? Бутончик такой, да. Бутон где-то. Я взяла твой инструмент. Скажите, когда вы начали заниматься вот этим видом творчества? Сколько лет назад? Будучи в декретном отпуске, я как бы хотела куда-то... Энергию свою направить. Энергию свою направить, да. И я просто купила кусочек глины, которая запекаемая. И решила что-то сделать. Когда я зашла на просторы интернета посмотреть какие-то мастер-классы и увидела там вот эти цветы. То есть я просто была в восторге от них. Но у нас в Саратове их как бы никто не обучал, никто не это. И так получилось, что как бы в Москве я попала на выставку «Формула рукоделия». Вот, и там увидела... И понеслась. Да, да, да. И там я познакомилась с замечательными людьми. То есть Анастасия Прибельская, которая привезла как бы вот это искусство к нам в Москву, к нам в Россию. Она обучает в своем центре. А вот я в нее стала обучаться. И как бы вот пошло. Обучалась как бы просто сначала для себя, для... Ну как бы для удовольствия. Для личного интереса, удовольствия. Потом мне сказали, а почему бы... Ну то есть подарили друзьям подарки. Потом как бы вот так, как сарафанное радио пошло. И вы уже не контролировали ситуацию, да? Предложили, да, предложили поучаствовать тоже в выставке, в хендмейтерстейке. Вот, как бы так. Тоже было необычно, но попробовала. И как бы потом, в итоге у меня сейчас как бы своя студия, где я обучаю уже сама этому всему. И не только. Очень увлечен. Да, то есть как бы у меня это хобби перешло даже в работу. Как бы в профессию. То есть реалистичная флористика может приносить и неплохие цены. Да, то есть оно как бы вот... Здорово. Ну, вы нам рассказывали про то, что вы еще и диверсифицируете свое производство. У вас есть еще увлечение. Да, да. Что-то очень близкое к реалистичной флористике. Ну да, ну как бы одно тянет другое. То есть я тоже, получается, я начально тоже узнала про серебряную глину. То есть это металлосодержащие. То есть где можно случайно узнать о таких вещах? Ну вот как-то так получается. Однажды по дороге в детский садик я узнала. Мы действительно случайно узнали. Вот видите, как. А вы, знаете, как-то так получается. Вот. И как бы я пробовала глины, которые при запекании... То есть пластификатор, он испаряется и остается металл. Пробовала бронзовую глину, бронзовую, медную. И как бы сейчас перешла на серебряную. То есть вот допустим вот это вот кольцо, да, вот оно сделано из глины. Вот прям лепишь, как из глины. При запекании пластификатор, он испаряется и остается как бы серебро чистое. То есть вот сейчас это абсолютно серебряная кольцо? Да, да. Очень здорово. Мы пока будем, друзья, активно продолжать делать лепесточки. А вас, вам предлагаем посмотреть небольшую рекламу, после которой вернемся. И я думаю, что уже сможем вам что-то показать. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается на телеканале «Саратов-24». Друзья, помните, мы анонсировали вот чудесный тортик, который находится у нас в студии. Готовы, готовы пристроить этот торт одному из наших телезрителей. Я вот продолжаю катать полимерную глину, но вопрос звучит так. Да, друзья, сладости делают утре еще добрее, вы это прекрасно знаете. Торт стоит у нас на столе. Цветы создают настроение. Радио «Романтика» и организация «Безопасный кекс» предоставили нам этот замечательный торт. Вот он, безумно аппетитный. Как его получить? Друзья, очень просто. У нас есть для вас задание. Не только, знаете ли, можно смотреть на эти цветы, но и можно узнать, как называется. Вот смотрите, мы здесь рассматриваем вот такие красивые цветочки. Сейчас оператор покажет поближе. Все мы видим этот замечательный цветок. Друзья, вопрос предельно простой. Вам нужно назвать, как называется этот цветок. И прислать правильный ответ нам на смс-портал 906-302-2424. Эти 11 цифр и правильный ответ на вопрос могут принести вам вкусный и совершенно безопасный чизкейк, который сегодня мы разыгрываем. Кстати, в нем всего лишь 146 калорий во всем этом тортике. Поэтому для вас не станет никаких проблем с вашей фигурой, если вы выиграете этот торт. Можно сказать, по-настоящему полезно. Ну, а мы продолжаем общаться. Катать глину. Да, общаться с Аленой Крутейковой. Это декоратор. А также, друзья, мастер реалистичной флористики. И сегодня мы делаем очень красивую розу. Мы уже на пути к успеху. Да, то есть я начала клеем приклеивать лепесточки. Начинаем с маленьких, и которые у нас побольше, они у нас будут как бы завершать этот цветок. А я вижу, что вы этим цветочкам не только придаете текстуру, но еще и формуете их каким-то образом. Делаете завиточки с краю и так далее. Да, то есть как бы если мы просто сделаем прямой лист, это как бы не очень естественно будет выглядеть. А чем вы придаете им такую форму? Как вы это делаете? Вы просто загибаете их аккуратно? Да, чтобы он получился вот такой вот изгибистый. То есть берем степ и просто нажимаем, прокатываем сильно вот эти краешки. И они у нас получаются такие как бы волны. Здорово. Для тех, кто только что присоединился, друзья, реалистичная флористика пришла к нам из Азии. Насколько мы уже выяснили у нашего гостя. Примерно оттуда пришло это искусство к нам в Россию. И для того, чтобы заниматься этим видом искусства, весь инвентарь, краску, все можно приобрести в нашем городе, в магазинах. Где для рукоделия, да. Хобби, маркеты какие-то, да. Да, очень легко найти материалы и можно приобщиться. Для этого нужно минимум... Всего лишь две руки. Ну да. Для этого нужно всего лишь две руки и все. Мы выяснили, даже люди, которые не совсем развиты творчески, мы вот с Сережей совершенно не занимаемся ни рукоделием, ни чем иным, но у нас получается делать лепесточки. Да, и это вполне реально. Друзья, ну и вам сегодня показываем такой определенный мастер-класс, как сделать вот такую реалистичную флористику. Редактор показывает, что у нас есть звонок в нашу студию. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Очень приятно вас слышать. И у меня вот такой повод для звонка прекрасный. Вот я смотрю, вы сидите здесь все в цветах. Чудесно выглядите, цветы рядом красивые. А я сегодня хочу поздравить такой главный вот цветочек вашей редакции, Марьян, с днем рождения. О, спасибо. Марьян, ваш редактор, который каждое утро встает так рано-рано-рано, приходит, делает такую замечательную программу. Я хочу пожелать ей от нашей редакции, от нашего коммерческого отдела, чтобы она всегда радовалась тому, что она делает, чтобы ей приносило радость любое дело, чем она занимается. И всегда шла в таком вот лучике света, как она сейчас идет. Потому что она очень лучезарная девушка, и я думаю, что все у нее будет хорошо. Марьян рассыпается в воздушных поцелуях. Мы это видим через окно нашей студии. Спасибо вам большое за этот чудесный звонок, Ольга. Ну а вы на сегодняшнюю романтическую пятницу обязательно проведите как раз-таки вместе с Марьян. Поздравьте ее с этим праздником. Ну и вот возьмите себе, намотайте на ус. Вот такие чудесные цветы могут стать отличным подарком. Они будут стоять долго, будут радовать каждый день с родных и близких, которым вы хотите сделать приятно. Что ж, а мы продолжаем лепить, друзья, вот эти вот чудесные лепесточки для нашей розы. Глины остается очень мало. Мы ее вот как раз-таки сейчас всю практически уже использовали для этой розы. И роза уже приобретает свои очертания, что очень и очень приятно. Видеть плоды своего творчества. И я думаю, что каждый человек, который занимается рукоделием, он, в общем-то, ради этого и занимается. Чтобы в длинных муках, скатывании шариков из глины, раскатывании их в лепесточках, в конце концов, увидеть чудесный цветок. Алёна, скажи, скажи, как долго вы вообще занимаетесь этим видом искусства? Ну вот всего, вы ушли в декрет. Да, и тогда это с вами случилось. По времени, наверное, это уже где-то лет-пять, наверное. Пять лет. Ну это не так уж и много, я хочу сказать. Ну вот когда... Для того, чтобы делать такие шедевры, я хочу сказать. В какой момент вы осмелились делать, например, вот такую композицию? Сколько для этого времени понадобилось? Сколько вы тренировались, как бы, для того, чтобы прийти уже вот к такому результату, да? Ну год, два, полгода, месяц? Нет, меньше, наверное. Ну всё зависит от того, сколько вы лепите, да, в день, там, два, в три. А ещё я понимаю, у вас очень послушный ребёнок, да, если у вас было время. Нет, это долгими ночами, наверное, да. Долгими ночами, когда ребёнок спилит, все спят, да. Да, то есть ты выделяешь время только для себя, да. Пока не приобщаются. Дети не приобщаются, как в виде искусства? Конечно же, приобщаются. Но так как глина сохнет очень быстро, то есть буквально... Приобщаются очень быстро. Очень быстро, да. Выхода у них нет другого. Ну вот, и готов у нас наш заключительный лепесток. Нет, заключительный у меня. У тебя? Да, он с дырочкой. Я решил добавить оригинальную. Нужен ремонт тогда, Сергей. Не надо ничего ремонтировать. Не бывает дырявых роз. Бывает. Нет, почему бывает. Просто таки наоборот, это делает всё. Хорошо, что я поняла. Для реалистичности ты решила продырявить. Нет, я его продырявила, а потом подумала, что это очень реалистично. Прекрасно. Скажите, как относятся ваши друзья, знакомые к увлечению? Ну, скажем так, их дом уже завален вашим цветам. Ну, есть немножко. Да? Я вот здесь наблюдаю не только, то есть, как сувенир можно эти цветочки использовать, но есть ещё и как декор. Это, допустим, свадебные прически очень много заказывают, то есть, какие-то свадебные подсвечники, свечи, да, вот это вот декорируем всё вот этими цветами. Прически, в принципе, прически, диадемы, допустим, какие-то ободочки, то есть, это туда всё идёт. Смотрится действительно как настоящий цветок, в данном случае у меня в руках василёк, василёк прикреплён к шпинке, и можно смело сделать себе такую красивую шишечку на голове и раз, и заколочку переместить туда. И будет, на самом деле, очень здорово. Особенно актуально, наверное, сейчас, потому что цветов мало на улице, вообще зелени не хватает. А тут раз, и вот такой замечательный аксессуар. При всём при этом январь уже подходит к концу, и пора готовиться уже потихоньку к весеннему сезону. Я вижу, что у вас уже вот настоящий бутон в руках. Вы уже практически его собрали. Осталось ещё буквально четыре листочка. И тут лепесточки у нас по кругу. Я думаю, что сейчас мы перейдёмся на рубрику «Астрологический вопрос». Мария Глад отвечает на ваши, друзья, вопросы. А далее продолжим программу «Автопилот», и уже, я думаю, увидим ту самую розу, на которую мы потратили столько труду и столько нашего настроения. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Астрологический вопрос» я отвечу на вопрос от Анны. Он окутан тайной, и именно поэтому привлёк моё внимание. Она спрашивает, имеет ли смысл вступать в клуб по интересам? Анна, судя по всему, речь идёт о неком очень узком, закрытом клубе. Поначалу это, конечно, очень заманчивое предложение для вас, которое производит на вас сильное впечатление. Вам кто-то порекомендовал, судя по всему, из близких этого общества. Но не всё пойдёт так гладко. Возникнут финансовые вопросы, может быть, взносы. Вы разочаруетесь, мой совет не стоит. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Мария Белат каждое буднее утро отвечает на вопросы наших телезрителей. Друзья, напоминаем, что написать свой вопрос может абсолютно каждый, кто знает место, время и дату своего рождения. И чётко сформулируйте свой вопрос, и Мария Белат непременно ответит на него в нашем эфире. Ну а мы сегодня занимаемся реалистичной флористикой. У нас в гостях Алена, декоратор. Она рассказывает нам все секреты и тонкости этого вида искусства. Вы, друзья, можете написать нам о том, какой вид рукоделия вдохновляет вас. Возможно, вы тоже знакомы с реалистичной флористикой. Или, может быть, вышиваете. Присылайте фотографии своих работ, а также описание, чем вы занимаетесь к нам в группу ВКонтакте, а также на СМС-портале. И не забывайте, что сегодня мы разыгрываем вот такой чудесный торт от компании «Безопасные кексы». И делаем мы это за правильный ответ, друзья. А правильный ответ должен прозвучать на предельно простой визуальный вопрос. Как называется вот этот чудесный цветочек, который сделал наш декоратор, сделала Алена и принесла его вот в такой чудесной лимонице? Вот, посмотрите, пожалуйста, как называется этот чудесный цветок. Я думаю, что можно уже ответить на этот вопрос. Причем буду отвечать не я, это сделал уже наш телезритель. И мы сейчас можем озвучить имя победителя. И узнать, кому достанется этот чудесный торт. Да, были варианты, например, «Лилия», что, друзья, мы сразу отказываем нашим претендентам на победу, потому что это не «Лилия». И вот правильный ответ – это «Лотос», друзья. Да. Сейчас пытаюсь прогрузить сообщение и посмотреть имя победителя. Возможно, подписался наш претендент на победу. Друзья, именно «Лотос» находится сейчас у меня в руках. Сделан вот он таким вот чудесным, реалистичным образом. И за правильный ответ, естественно, вы получаете этот чудесный торт, друзья. И, в общем-то, торт уже сегодня станет украшением вашего стола, вашего романтического стола. И, Александр, мы вас поздравляем. Александр, номер телефона заканчивается на 7069. Это последние четыре цифры. Александр, мы вас от всей души поздравляем. Этот замечательный торт достается вам. Приятного аппетита, Александр. Мы вам немножечко завидуем даже. И, кстати, помимо того, что лилия, еще был вариант кувшинка. Но нет, это лотос. Итак, наша роза готова, как я вижу, да? Да, наша. Вы ее держите сейчас, чтобы клей чуть-чуть схватился? Я держу ее, чтобы у нее схватился клей и засохли немножко лепесточки. Понятно, что в прямом эфире мы не можем сделать большой букет из роз, но вот сделать, например, 15, а может быть, и миллион таких роз можно и подарить. Но самое главное, как потом декорировать все? Что нужно сделать с системой? Самое главное, чтобы она у нас засохла. То есть, как бы, в таком варианте он еще не закончен. То есть, самое главное, это уже идет потом, это идет уже тонировка. То есть, когда мы тонируем цветок, это вот, вот он уже оживает. То есть, а как бы вот это вот еще не в готовом варианте. Вот, я обычно не люблю, чтобы люди видели еще... Промежуточный результат. Да, промежуточный. То есть, потом мы начинаем подкрашивать краешки там разными цветами, то есть, и он вот тогда, получается, оживает. Вот, потом мы делаем чашелистик, то есть вот он, делаем глину, и обкатываем проволоку тоже глиной. Ну, как бы вот, цветок готов. Чтобы наш стебелок тоже был реалистичный. А может быть, у нас же есть немножечко еще времени? Может быть, мы хотя бы один лепесточек покрасим, чтобы понять, как же он заживает? Нет, мы уже не спеем, но обязательно это сделаем после эфира. И, друзья, если вы планируете заняться реалистичной флористикой, то знайте, что в нашем городе есть абсолютно все для того, чтобы закупить нужный материал. Самое главное, есть люди, у которых можно научиться этому делать. Дарите вечные цветы, которые не увянут, как и ваша любовь к вашим местам. Алена, спасибо огромное, что вы пришли к нам в программу. На самом деле, очень классные цветы. Я думаю, что мы с Сергеем точно приобщаемся к этому виду искусства. Ну, со временем. Спасибо вам большое. Друзья, ну, а у нас сегодня в гостях была Алена, декоратор, которая занимается реалистичной флористикой. И мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на телеканале «Саратов-24». Самые интересные программы, фильмы и сериалы только на канале «Саратов-24». В 13.00 мелодрама «Не отпускай меня». Троица главных героев выросла в интернате и была лишена любого контакта с окружающим миром. Достигнув совершеннолетия, ребята покидают интернат и переезжают жить в большой город, где они познают жизнь, заводят романы и узнают страшную тайну о своем происхождении. Кто они на самом деле, узнаете сегодня в 13.00 на телеканале «Саратов-24». Возьми за правило не августовский, а августовский. Данное правило следует использовать, говоря лишь о летнем месяце. Если же мы говорим об имени человека, август или августа, то ударение ставится на букву «У». Программа «Автопилот» по-прежнему вам, друзья, верный спутник. Мы подошли к тому моменту, когда нужно узнать о заторах на дорогах. Где же сосредоточились пробки, расскажет Сергей Гришнов. Спасибо большое, Юль. Да, я вам сейчас расскажу о том, что пробки в нашем городе 7 баллов. Мы надеялись, что расти они не будут, но нет, подросли не по дням, а по часам, да даже по минутам растут пробки в нашем городе. Ну, оно и понятно, зима, холода, одинокие дома, ваши непрогретые машины и ваше рассредоточенное настроение. Потому что просыпаетесь темно, приходите домой темно, в общем, постоянно темно. Ну, ничего, друзья, уже 29 января на календаре, а значит, что совсем скоро уже будет весна. Осталось, что там, февраль пережить, а он короткий, еще недолго, и все, март, апрель и весна на дворе. Ну что ж, что у нас в центре города, как обстоят дела? Друзья, «Танкистов» и «Астраханская» стоят полностью по направлению в детский парк. Рахово загружено во всех направлениях. Улица Московская до Рахова очень плохо едет. Зарубина, красная абсолютно вся, Кутяково с желтым цветом окрашена. Там, кстати, вы можете еще проехать советское желтым цветом. Так что тоже потихонечку, но можно там ехать. Ну и, в общем-то, Мичурино, Большая Казачья, Мурманская. Все эти улицы загружены довольно-таки сильно. Переходим с вами на улицу Чернышевского. Здесь ситуация, кстати, диаметрально противоположная. От Радищева и вплоть до Заводского района, и от Заводского района до улицы Чернышевского. Все довольно-таки хорошо едет. Желтым и зеленым цветом отмечены участки дороги. Значит, что передвигаться там можно. Да, допустимая скорость движения вам сегодня будет не совсем доступна. Ехать вы будете со скоростью максимум 25 км в час, но тем не менее. Вот на проспекте Энтузиастов ситуация совершенно другая. Там, в районе стадиона Волги, скорость движения всего лишь 5 км в час, друзья. Запасайтесь терпением, запасайтесь временем. Звоните на работу и говорите, что вы опоздаете, потому что так тому и случится этим утром. И ультар Джаникидзе ровно до своей середины. Также красным цветом отмечена скорость движения там чуть побыстрее, 10 км в час, но тоже придется потерять драгоценные минуты. Переходим с вами на предмостовую площадь. Давайте посмотрим, как обстоят дела с главной транспортной артерией, которая соединяет Саратов и Энгельс. На предмостовой площади загружено движение в сторону Саратова. Если вы с моста будете выезжать, то, друзья, улицы там довольно-таки загружены, буквально отхвесены и наверх-наверх-наверх все загружено. Мост Саратов-Энгельс желтым цветом отмечен, значит, что скорость движения там не более 25 км в час. При этом скорость движения в Энгельс довольно-таки стабильная, 40 будете ехать точно. Усть-Курдемское шоссе и ситуация, которая развернулась в юбилейном поселке, просто поражает своей глобальностью, потому что семибальные пробки сконцентрировались в основном, мне кажется, именно здесь, от улицы Минякиной до Кольца Строительного рынка. Друзья, стоит абсолютно все, красным цветом отмечено, и есть несколько лихачей, которые решили объехать все пробки, которые есть в городе, через Затон. И уже сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли недалеко от Кольца Строительного рынка, как только вы будете выезжать в Затон. Из-за этого движение через Затон в сторону юбилейного поселка стало основательно. 5,3 км в час скорость движения на подъеме, так что вы парализованы. Вот нет возможности проехать еще куда-то дачами, там просто не объехать. Ну что ж, посмотрим еще на Танкистов-Навашино, проспект 50-летия Октября. На Вашино стоит полностью до Танкистов, Танкистов также основательно стоит. На проспекте 50-летия Октября, район Стрелки, все стоит от самого начала Стрелки и практически до делового центра Навигатор. Да и более того, около улицы Мурманская идут какие-то ремонтные работы, скорее всего убирают снег, что создает дополнительные напряжения на нашей дороге. Встречное движение в Ленинский район, около 1-й дачной будете ехать предельно низкой скоростью. Все дублеры загружены, друзья, и даже улица Шахрудина не станет для вас альтернативой, потому что она также красным цветом окрашена, будете очень медленно ехать. Кольцо НИИ, проспект Строителей, также очень печальная история, потому что там произошло дорожно-транспортное происшествие, друзья, и мигом встало абсолютно все в том районе. Ну что ж, о пробках все, ищите пути объезда, не теряйте драгоценное время и старайтесь использовать те улицы, с которых вы хотя бы налево и направо сможете повернуть. В Затоне утром происходят действительно не самые симпатичные пробки, поэтому деваться оттуда тоже некуда, не тратите даром время. Лучше послушайте Юлю Астахову, которая расскажет вам сейчас о погоде. Юля! Продолжаем, друзья, снабжать вас ценной информацией. Мы узнали о том, что пробки в нашем городе 7-бальные, знаете, конечно же, мало кто нам сможет позавидовать, но тем не менее, даже это не должно портить нам настроение. А вот что касается погоды, то сейчас градусник показывает минус 9 градусов, вечер станет немножечко теплее, минус 2 градуса. Атмосферное давление 743 миллиметра от стутного столба, а ветер, он южный сегодня, 7 метров в секунду. Порывы, возможно, будут увеличивать свою скорость, но не критично. Помните о том, что все-таки стоит одеваться теплее, берегите свое здоровье, болеть нам ни к чему, тем более сейчас опасность заразиться гриппом, а также простудой, велика. Велика, да. Ты так переживаешь за нас, за наш корреспондент. Я очень переживаю, да, потому что великая вероятность действительно подхватить какой-то вирус, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, одевайтесь теплее и добра вам и здоровья. Несмотря на то, что бушует буквально свирепство грипп в нашей области, ну не сидеть же все время дома, нужно куда-то ходить, просто нужно себя немножечко обезопасить. Для этого есть специальные мази или маски. О том, куда сходить, расскажет наш корреспондент прямо сейчас, поэтому смотрите, наслаждайтесь и записывайте. Еще немного, еще чуть-чуть. И над последней рабочей неделей января опустится занавес. Впереди нас ждут долгожданные выходные. Пока одни сами решают, как провести два дня законного отдыха, другие смотрят нашу рубрику Афиша. В ближайшие несколько минут я, Анастасия Куклева, буду вашим гидом в мире развлечений. И расскажу, чем занять себя в выходные, чтобы потом не сожалеть об упущенном времени. Если рукоделие – ваше хобби, а забота о братьях наших меньших у вас в крови, то вам просто необходимо посетить урок добра. Но какие могут быть занятия, когда школы закрыты на карантин, наверняка спросите вы. А самые обычные – по установке кормушек для птиц. И что немаловажно, урок пройдет на свежем воздухе. И не бойтесь замерзнуть. С сегодняшнего дня морозы в городе начали отступать. Поэтому, если вы умеете мастерить скворечники и готовы поддержать птиц, которые зимуют в нашем городе, приходите 29 января в парк Липки. Если же молоток и гвозди в руках вы никогда не держали, но помочь птицам хотите, то тоже приходите. Там вас всему научат. А еще расскажут о зимовке пернатых в городских условиях. И возьмите с собой детей – маленьких братьев и сестер. Им точно это будет интересно. Урок по установке кормушек начнется в 13.00 в парке Липки. И да, птицы зимой очень голодные, поэтому не забудьте захватить с собой корм. Соскучились по лету и желаете посидеть с удочкой на берегу и поймать рыбу своей мечты? Лето я вам, конечно, не обещаю, но возможность порыбачить у вас точно будет. В эти выходные пройдет чемпионат области по ловле рыбы блесной со льда. Принять участие в соревнованиях могут все желающие от 18 и старше. При этом состав команды не должен превышать 3 человека. И да, самое главное – участники должны быть в полной боевой готовности и иметь при себе спасательные средства. Веревку длиной не менее 10 метров, два флажка, снасти и бур. Количество запасных удочек при этом не ограничено. Регистрация участников начнется 29 января в 18.00 в селе Соборовка. Джинсы-трубы, инвайт, жвачка, лафис. А что еще вам напоминает о 90-х? Правильно, музыка, под которой многие из нас отплясывали на школьных дискотеках. Ну что, да здравствуют воспоминания. Предлагаю в эту субботу отправиться в прошлое и снова зажечь подлюбимые хиты. Тем более, что есть для этого повод. В Энгельс приезжают звезды дискотеки 90-х. Группа 140 ударов в минуту. Для вас прозвучат не только новые песни, но и популярные хиты. Такие как «Тополя», «Без тебя», «Ресницы», «Я скучаю по тебе». Если вы не раз переписывали эти песни с кассеты на кассету и врубали на полную катушку, вызывая раздражение соседей, то приезжайте в Энгельс, в развлекательный центр «Садко». Оторваться, как в молодости, под любимые хиты можно будет в субботу в 22.00. И самое важное, гостей дискотеки ждет живое общение с артистами и фотосессия. Ну а на этом наш список мероприятий подошел к концу. Сегодня он получился достаточно большим. Ну а я уже начинаю составлять список развлечений на следующую неделю. Ведь в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Пока-пока! Очень важно иметь какой-то определенный план. Спасибо нашему корреспонденту. И теперь мы представляем, чем заняться в самые ближайшие дни. Так и есть, в Саратове интереснее, чем вы думаете и чем мы думаем. Достаточно хотя бы утром включить телеканал «Саратов-24» и утреннее шоу «Автопилот». Вы сразу все поймете, друзья. Наш город полон различными мастерами хендмейт, которые с нами в прямом эфире готовы сделать вот такие вот чудесные цветы. Наш город полон различных кулинаров, которые могут сделать безопасные угощения. И полон различных развлечений, как, например, батутный центр неба, в котором можно чудесно провести время. Друзья, это утро мы вас радовали как раз таки всеми этими чудесами. И делали это с удовольствием. Прощаемся с вами ненадолго, до понедельника. Желаем вам хорошего дня, хороших выходных. Копите впечатления, будем обмениваться ими в понедельник. Ну и напоминаем, что это была романтическая пятница на телеканале «Саратов-24». Это утро мы встречали вместе с радио «Романтика». Ищите его на нашем FM-диапазоне, на диапазоне нашего города. И наслаждайтесь потрясающими романтичными китами. Желаем вам такой же романтической пятницы и этим вечером, и завтра, и послезавтра. Пока-пока. Берегите себя и свое здоровье. До скорого.